На девушек, которые бегают штрафные круги, вижу там Катю. Это значит, что точно отработать ей не удалось. Стрельба Багали Титовец. По всевидимости, именно ей допустившую, увы, промах последним выстрелом быть забойщицей заточней эстафеты. Ну вот, пожалуйста, прошла уже Нойнер. Представляете, как близко Бергер. Как близко. И Добрчева, кстати, десятая. Вот уж любопытно. Намного промахнулись на стойке девушки Уверловой. Три промаха сегодня и по одному на каждом из огнивых рубежей. Зайцева идет за Экхельм. Они вместе. Брюне в пяти секундах. Ну а там дальше Фонца и Дорен. И вот эта вот волна Брюне, Экхельм, Зайцева. Плюс Валя Семиренко, плюс Нойнер, кстати. Потому что Нойнер-то стоит от Зайцева в пяти секундах всего лишь. Вот эта волна способна накрыть, конечно, тех, кто идет сейчас в лидерах. Но согласитесь, Дорен, Фонца. Очень любопытное сочетание. Коль скоро мы перед заключительной стрельбой упоминаем лидеров. Все-таки неожиданно, неожиданно и появление Торен, и появление особенно Понцы по такой-то гонке. Здесь, в Канты-Мансийске, в 2003 году, с общего старта, тройка призеров расположилась так. Альбина Ахатова, Светлана Ишмуратова и Сандрин Баи. Все уже завершили свою активную спортивную карьеру. Это была потрясающая гонка. Восемь лет назад, когда выиграла Альбина, Света была вторая. Потом эстафета у нас получилась. И Зайцева. Ольга, конечно, настоящий боец, вы знаете. Просто потрясающую работу осуществляет. Понимая, что рядышком все. Понимая, что и медаль светит, или работа, так скажем, вокруг вот этого пьедестала. Но Ольга много раз в нынешнем сезоне. Была победительницей призером этапов Кубка Мира. И уж естественное количество раз заходило в цветы. Так что мы соскучились по медали. Вспомните, четвертое место, которое было у Зайцевой на этом чемпионате мира. Спринт с нолем. Четвертая позиция. Такая же, как и у Андрея Маковеева. Зайцева четвертая. И тут же Нойнер, она уже превзошла Ольгу, это понятно. Побыстрее шла. Но вот сейчас возможность поработать за Нойнер для Зайцевой, она благодатна. Взглядывается Валерий Медведцев, наш грандиозный биатлонист. Первый абсолютный чемпион мира. Холменкольна 1986 года. Именно туда, кстати, отправятся спортсмены. По завершению ханты-мансийского старта Кубок Мира. Продолжится, а точнее будет завершаться в Осло. Нойнер стремится к победе. Я не думаю, что ей сегодня не хочется выиграть. Конечно, любая медаль за счастье, об этом она говорила. Но ясно по такой гонке, если справиться со стрельбой, она вне конкуренции. За Зайцевой работает лидер Кубка Мира. Елена Экхольм. Какая борьба! Остается всего лишь четыре гонки, включая эту в борьбе за большой крустальный глобус. Исклиснули здесь Экхольм и Каранин. Ну и Хенкельсбергер. Здесь тоже Нойнер, которые на пятом месте все-таки отстают. Поэтому главные претендентки на итоговую викторию. Елена Экхольм и Кайса. Посмотрим на отметки 8 и 3. Остальные россиянки. Екатерина Юрлова минуты 10 и 3 промаха. И Богалий Титовец, у которой гонки не получается. Допустила еще один промах, всего три. И после третьей стрельбы шла на 26-й позиции. Проигрывая ровно две минуты. У Витковой шесть промахов. Вот Витя Семиренко, скажем, четыре раза промахнувшись, на следующих рубежах попала. И сейчас уже, несмотря на очень хорошую стрельбу на последних одних рубежах, тем не менее, на все серьезные не претендуют. Конце с Дорен рядышком. Нойнер пытается уйти. Зайцева в ровень с Экхолем. Экхолем пытается сейчас, понимая, что отпускать, в общем, не хочется немецкую спортсменку. Нужно поработать. На отметке 9 и 6. Результаты вы видите. И Зайцева идет на четвертом месте. Да, и снова, и снова Ольга спасает родину. Потому что всем понятно, как бы для нее сегодняшняя гонка не завершилась. То, что она дарит нам возможность до конца. Болеть, борясь за медаль. Это просто потрясающе. Невероятная способность Зайцевой собираться вот в этот решающий момент. И откуда только силы берутся. Все-таки действительно болезнь подкосила спортсменку. Но в этом азарте гоночном она и не думает сдаваться. Хотя сейчас мы видим преимущество Нойнер уже очень большое относительно и Зайцева, и, конечно, Экхольм, который идет впереди. Там же с ними Мари Лор-Брюне. Надо запоменяли свои знаменитые на весь мир комбинезона перед чемпионатом мира. Лузники нет, а биатлонисты – да. Но привыкали к одним, как появились другие. Итак, последний огневой. Мари Дорен, Микела Понца, Магдалина Нойнер. Интересно, сейчас будет ли она съедать уже на подходе к рубежу итальянку. Понятно, что Дорен будет первой. Встанет ли обходить. Психологически так прессуя, если хотите, итальянку Нойнер. Но нет, спокойно выкатывается. Экхольм 3-4 метра просвет имеет относительно Зайцевой. Зайцева пятый выходит. Пятый выходит. Встанет к заключительной стрельбе. Промах Дорен. Промах Нойнер. И промах Понца. Какой был шанс? Дорен на круг. Два Упонцы. Руку Нойнер. Увы, промахивается Зайцева. Увы. Стреляет Экхольм пока. Если с Брюней тоже мажет. Ой-ой-ой. Смотрите, как тут близка была медаль. И у той, и у другой. Продолжают они бороться. Но Доброчева, вы поглядите-ка, что Даша сотворила. Из каких подвалов она выбиралась, отработав на ноль? А ведь мне показалось, что с этих 27 позиций уши не подняться. И то же самое делает Бергер. Вот он биатлон. Да, и даже после первого рубежа, когда спортсмены далеко позади. И когда мы говорим о том, что казалось, гонка закончена. Но как? Как они прошли вот эти три огневых? И в Даши выходит на первую позицию. За ней номер, за ней Дорен. Бергер идет четвертый. Из каких подвалов они вытащили сами себя? Зайцева идет на пятом месте, сохраняя шансы. По-прежнему на погоню за медалью. Их мало, скажем откровенно. Учитывая то, что Зайцева идет рядом с Нагаранин, рядом с Экхольм. Но поборется. Кузьмина на десятой позиции. Юрлова снова один промах. И Фонца. Фонца на одиннадцатом месте. После четвертой стрельбы. Итак, Зайцева пятое. Шестнадцать секунд от Домрачевой. Двенадцать от Нойнер. От Торен. Десять. И четыре от Бергер. Мы продолжаем, уважаемые друзья. Вот что значит работа на стойке. Даша Домрачева реализовала себя полностью. Тремя промахами она отработала два плюс один на первых двух огневых рубежах. У Нойнер четыре промаха. У Зорен вообще всего один. Туры Бергер тоже два плюс один. И тоже на стойках отстреляли точно. Это очень редкий все-таки случай по таким гонкам, когда на лёжках спортсменки ошибаются. Причем ошибаются здорово. И на стойках выдерживают давление. Нойнер пошла в атаку. И состояние у Даши, конечно, если мы анализируем её гонки, на этом чемпионате не самое благоприятное. Потому что и стреляла не очень здорово, и ногами тоже работала. Всё-таки не в самую свою силу. Номер мчится, по-моему, к победе. Насколько сейчас Домрачева зацепится. Конечно, хотелось бы нам, чтобы на Белорусской улице был праздник. Потому что Скордино осталась без медали. Очень драматично. Хотя уже практически все вешали медаль. Вот там Пахман, там Вита Семеренко вмешались. Спор за Экхольм в индивидуальной гонке. Любая награда для Белоруссии, любая медаль. Во-первых, она будет первой. И за счастье, конечно же. И нужно сделать подарок Клаусу Зиберту Даши. Она работает не только за себя, не только за свою страну. Но ещё и за своего тренера, болеющего, увы. Зайцева. Зайцева, по-моему, там ведёт спор. Только за место под цветами. Но, наверное, это и прогнозировалось. Всё-таки уж больно там. Круг соперниц серьёзен. Хотя я не удивлюсь, если всё-таки ещё и зацепится за медаль Зайка. Но невероятно это трудно будет сделать. До финиша остаётся 2 километра. И Тура Бергер. Тура Бергер на третьей позиции. За ней Кайса Макаранин. Нет в таком споре. Мне думается, Зайцевой не преуспеть. Грегорин. Вот сейчас посмотрите. С одной стороны, а надо бы атаковать, мы это прекрасно понимаем. А с другой, что вот такие вот атаки на последних двух километрах могут спортсмены очень вымотать. Извести. А ведь завтра истафета. Даша молодец, цепляется за Нойнар. И не получается уйти пока Магдалене. В этом споре, конечно, она фаворит. Но что творит Бергер? Боже ты мой! Что творит Бергер и Кайса? И здесь ещё на этих двух километрах, я думаю, что немки. Немки, они нервы пощекочут. И Зайцева не сдаётся, стараясь перед Грегорин. Накатывают очень мощно на финиш. И идёт по внешнему радиусу Хелена Экхольм. Подсказывает Рико Гросс. Нет, это, конечно, не Рико Гросс, уж никого из немцев нет. Опять солнце в глаза. Но Рико Гросс тоже сейчас подскажет. Присумевает. Немножко по-другому пошла с технической точки зрения уставшая Кузьмина. Так, у нас после четвёртой стрельбы посмотрим за остальными российскими результатами. Так, так, так. Юрлова. Четыре промаха на каждом из рубежей. Минут 17-18 место. Багаля Титовец. 0-2-1-0 в пассиве. Три промаха. 23-й результат. Минута 43 остановит. Но Энер уходит от Домрачевой. Пытается, по крайней мере. На спусках уходит. На подъёмах Даша догоняет. Кто поставит в этом споре на Домрачевой, уважаемые друзья? Остаётся 400 метров до финиша. Вот они медалистки уже совершенно точно. Потому что мы видим, какая драматическая погоня там дальше. Но я думаю, что здесь Бергер сладит. Со своими товарками, которые за ней. И может быть, да, Тура Бергер сладит ещё из Домрачевой. Что Цибульский там творит? Потому что медаль, медаль первая белорусам светит. Должна, должна доработать Тура до медали. Ах, вы посмотрите. Две спортсменки. Вот он Мастарт, вот он Биатлон, которому, казалось, вообще ничего не светило после первой и второй огневой позиций. Но они сегодня приходят к подиуму. А это Магдаляну Нойнеру, которая гонка складывается по-чемпионски. И, кстати, Тура Бергер уже без сил практически работает. Слава богу, сохранила отрыв от четвёртого места. Есть просвет. И от Домрачевой. Ну так они к финишу и придут уже совершенно точно. Девятикратный чемпионка мира становится Магдаляна Нойнер, выигрывая очередную медаль. Блестяще. Есть возможность даже догнать Елену Головину. Для этого немкам надо завтра выиграть эстафету Магдаляна Нойнер. В Мастарте снова сильнейший, как на Олимпиаде. Я невероятно рад за Дашу Домрачеву. Серебряная медаль. Блестяще. Почти у себя дома. Она ведь в Нягоне делала свои первые шаги. И Тура Бергер, которая дошла до медали на этом чемпионате, останавливаясь каждый раз в цветах, каждый раз рядышком. Седьмая, пятая, десятая. Но я не говорю про смешанную эстафету, где она, конечно, выиграла, имея в виду личные гонки. Дальше Накаранин, дальше Грегорин. И как и предполагалось, вот то, что мы видим относительно Ольги Зайцевой. Я поздравляю вас с этой шестой позицией. Наверное, это максимум, на который могла бы Зайцева сегодня сработать. Все-таки запас определенный был, мы это знаем. Теперь восстанавливаться, теперь спокойно. Готовится к завтрашней эстафете, где ей, видимо, бежать последний этап. А Магдалина Ноймер сегодня первая. И по статистике давайте мы посмотрим под лучший Ноймер. Это понятно.